Привет, друзья! С вами Натсо и кинообзор на канале Сурутащи ТВ. Сегодня я побывал на пресс-показе анимационного блокбастера Миньоны. Так сказать, оценил раньше всех. Теперь я поделюсь с вами своим мнением. Неудивительно, что забавные Желтые Миньоны все же получили свой сольный проект. После двух фильмов «Гадкий я», где Миньоны служили врачливому злодею Грю, они завоевали любовь зрителей. Кто же такие Миньоны? На самом деле слово «Миньон» происходит из Франции 16 века и применяли его для обозначения любимца высокопоставленной особы. Но наши Миньоны несколько отличаются от этого. Они Желтые, у них по два или одному глазу, и точного ответа, откуда они появились, никто не даст. Но достоверно известно, что они живут на Земле намного дольше нашего. И помимо того, что они обожают бананы, у них в жизни есть одна единственная цель, которой они следуют во что бы то ни стало. Это служить самому гадкому существу на свете. Найти-то хозяина не проблема, но вот сохранить его в целости и сохранности, вот тут уже загвоздочка. Повествование картины начинается с хронологии исторических событий от эпохи динозавров и вплоть до 1968-го, за 42 года до встречи с Грю. Миньоны везде успевают оставить свой неизгладимый яркий след, обусловленный самыми бестолковыми и неуклюжими поступками. И после череды неудач, они решают остаться жить новой жизнью в Антарктиде, в своей пещере, и просто целыми днями веселиться. Но природа желтых человечков берет верх, и они впадают в жуткую депрессию без служения злу. И тут из общей толпы выделяются три миньона, Кевин, Стюарт и Боб, которые отправляются искать своего нового хозяина и сталкиваются со стильной амбициозной злодейкой по имени Скарлетт Оверкил, которую естественно вставили в сюжет. Понимаешь, на одних фразах банана, фильм не вытянешь, так как до Глю она все же не дотягивает, но воспринимается нормально. Благодаря маразматическому, можно даже сказать дерзкому началу, режиссеры сразу же задают мультфильму резвый и быстрый темп, таким способом настраивая зрителя на веселый лад, в ожидании очередных безбашенных потех. Характеры основных героев фильма прописаны весьма неплохо. Расскажу кратко о нашей троице. Кевин, гордый защитник, старший брат, он отлично понимает, что без хозяина миньоны утратят цель в жизни. Именно Кевин предлагает Стюарту и Бобу отправиться в мир, чтобы найти нового злобного босса. Стюарт, средний брат миньонской троицы, практически всегда голодный. Его вполне устраивает статус бунтаря-гитариста. Несмотря на то, что юношеский максимализм не дает ему сфокусироваться на миссии, он, вне всяких сомнений, готов помочь Кевину и Бобу найти самую гадкую личность, которой можно было бы устроиться на службу. Боб невинный, как младенец, младший братец миньонов. Он испытывает бесконтрольную любовь ко всему и вся, и немного побаивается отправляться в опасное путешествие со Стюартом и Кевином. Второстепенные герои, хоть и добавлены до какой-то сюжетной линии, но смотрятся весьма неплохо, и их характеры проработали именно до того состояния, чтобы они не брали на себя слишком много внимания. Весь фильм миньоны носятся по Лондону, высмеивая все английские привычки и обычаи, творя полный беспредел. Юмор весьма простой, но забавный. Если вы помните, что чудили помощники Грю, когда были на второстепенных ролях, то тут несуразности сконцентрированы в сотни раз больше. Отдельно отмечу шикарный саундтрек. Обстановка 60-х предлагала уникальную возможность использовать для саундтрека музыку того времени, которая воодушевляет многих и по сей день, и играет важную роль в развитии современной культуры. И создатели картины полностью воспользовались этим шансом. Во время путешествия трех братьев мы услышим многочисленные хиты, гремевшие в 60-х, таких культовых групп, как Битлз, Роллинг Стоунс, Дорс и так далее. Атмосферу передали что надо, картинка и дизайн персонажей тоже на высоте. В общем, подвожу итог. Моя оценка блокбастеру Миньоны 6 баллов из 10. Может даже накину половину балла за юмор. Мультфильм я несомненно рекомендую к просмотру в кино, тем, кто не равнодушен к Миньонам, или просто к желтому цвету. Конечно, фильм без претензий на глубокую и поучительную основу. Но что вы хотели от развлекательного кино? Да, Миньоны весьма слабее оригинальных фильмов про ГРУ. Но эти забавные и озорные ребята определенно гарантируют хорошее времяпрепровождение. И заряд хорошим настроением. Посмеяться там есть над чем, как взрослым, так и детям. К слову, возрастной рейтинг фильма в России 6+. Так что смело можно идти всей семьей. Как на 3D сеансы, так и на обычные 2D. Дети уж точно будут в восторге. Озорные Миньоны ждут вас во всех кинотеатрах страны. С 9 июля. То есть уже можно идти в кино. С вами был Натсу и киновзор на канале Срудачи ТВ. Надеюсь, вам было интересно. Тогда ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Всем банана! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok